Утречка. Отличный денёк для того, чтобы продолжить варить философскую соль. В принципе, это последний этап, который нам остался. Да, конечно, есть ещё популярность, и мы её рано или поздно сделаем. Часов за пять игры, наверное. Давайте перейдём всё-таки к крафту философской соли. У нас есть множество различных зелий, в том числе, например, зелия страха. Страх, проклятие, некромантия, полёт, невидимость. Вот такая вот хитрая штука. Давайте посмотрим. Некромантия, ну, делается сложно, будем честны. Хотя, если идти от проклятия, можно попробовать выйти сюда. Два раза придётся выходить. Посмотрим. Давайте выберем сейчас какое-нибудь зелие и начнём его делать. Давайте вот какое зелие сделаем. Начнём с кислоты. Продолжим варить отсюда. Бам. Доварил. Как раз-таки кислота нам и нужна. Кислота, ночное видение, маленький рост. Ночное видение, правда, как нам сделать? Сейчас посмотрим. В целом, можно, например, вот так выйти. Это нам поможет и здесь проскользнуть. И здесь добавит немножко очков. Раз. Ещё раз. Вот. Кислота, ночное видение. Вернее, магическое зрение. Потом пойдём. Маленький человечек пахнет прилипалой. Водоцвет. Ещё водоцвет. Водоцвет, это дёшево. Теперь. Ух. Вообще классно. Если это получится сделать, это очень круто будет. А может ли получиться? Может. Ещё как может. Может. Ага. Пойдёт. Всё. Глаза получили. Теперь наша задача выйти вот сюда. Куда-нибудь к барьеру. Для того, чтобы до сюда добраться. В принципе. Будем просто подливать. Друлицким розмарином в целом можно. Воспользоваться так-то. Жизнелистом можно. Тоже так-то неплохая тема. Вот так тырк-тырк. Тырк-тырк. Рано или поздно выйдем. Вот теперь точно вышли. Чисто вправо. Те же самые путросли или водошляпку. Водошляпка не пойдёт, к сожалению. Хлодалист тоже не пойдёт. Значит только путросли. Путросли. Используем теперь кристалл. Ну и здесь уже можно тот же хладолист использовать без проблем. Имеет ли смысл до сюда добираться? Вопрос на самом деле хороший. Как просто ближе будет. Ну давай доберёмся, так? Там посмотрим. Травяные чаи. Это прям на любителя. Вот в комментариях кто-нибудь может написать, нравится ли им травяной чай. Я вот не сказать бы, что любитель. У них такой прям вонючий аромат. Здесь лучше прокрутиться. Зачастую. Вонючий аромат. Так, вниз. При помощи нашего любимого гриба. Как раз до следующего мордоворота. И вот нам нужно сюда попасть. Это можно сделать без проблем при помощи целительного вереска. Но так не хочется его тратить, если честно. Вот просто безумно. Ну экономлю, конечно. Но давай используем. Всё-таки это зелье, скорее всего, мы приготовим один раз в жизни. Здесь лучше пройти вот таким образом. Тут аккуратно. Опа. Да, правильно. Аромат и потом прилипчивость. Мы всё это возьмём. Здесь добираемся. Немножко подтравили. Активировали. Поехали. Просто, может быть, мы здесь будем обходить. Либо тут. Тут, наверное, лучше будет. Посмотрим. Нам нужно вот сюда. Это прилипчивость. Ну, как раз используем вот это. Экономия должна быть экономной. Вполне логично. О, палкактус красивый. Перебрал. Чуть продвинем. Так, ещё. Что ещё? Ну, палкактусов у нас много. Можем и их использовать. Могильный трюфель. Безумно далеко отправляет. Но, скорее, нет. Болотный гриб можно для разнообразия. Не-не-не. Это репутация минус 100. А нам нужен 15 уровень популярности. Не путайте, товарищи. Вы не понимаете. Это другое. Здесь долили. Поехали. Вонючий грибочек. Ну и поехали. Ещё палкактус. Чё нет? Опять перебрал. Почти добрались. Ещё палкактус. Давай. Опять-таки, нечасто будут такие зелья у нас использоваться. Скорее всего, реально один раз вот это вот мы сейчас сварим. И больше его не будет. Ну, пять палкактусов, это, конечно, перебор. Перебор. Давай я лучше два вонючих гриба сюда впихну. Чпуньк. Ух. Не забыть то, что это вот такая ужасная картинка. Сохраняем. Завершаем. Немало количества времени мы потратили на это зелье, но мы это сделали. Какое это зелье? Это вот это самое правое. Угу. Оно. Дальше. Есть омоложение. Мана причём. Мана, омоложение. Вдохновение, галюники, удача. Кошмар. Давайте, 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 давайте. Хорошее. Очень простое. Мы его как раз сейчас и сделаем. Продолжаем варить отсюда. А, тут через жопу, кстати. Обидно. Не сломаемся. Вот так точно не сломаемся. Бобром. Давайте тогда вот таким образом пройдём. Проходим и не задерживаемся. Нормалёк. Не сломается. Дальше. Мы можем чуть прокрутиться. Наша задача какая? Либо слиться, либо вот досюда пробиться. Поглядим. В принципе, и то, и другое нас устраивает. По красоте можно было бы чироцветом здесь воспользоваться. Слушай, давай чироцветом воспользуемся. Просто он реально ультра, супер, мега далёкий. Шикарная просто вещь. Невероятно мощная. Ну а здесь колдовским грибом можно смело. Куда мы прёмся? Мы прёмся к заморозке. Чуть-чуть коснуться. Идеально. Вот она, эта штука. Вот каменная кожа, заморозка, магическое зрение, молния, взрыв. Именно в таком порядке мы посчитали, что будет наилучшим решением. Блин, а прикиньте, реально игру обновят. И не просто обновят, а добавят какого-нибудь нового. Не пойми чего. Просто там же планируют добавить... Да не просто планируют добавить, а 100% уже, считай, добавят. Добавят возможность сохранения всех вот этих вот философских соли и прочее. Ну то есть ту же самую соль или какой-либо камень ты можешь через один рецепт делать. И что ж тогда ещё добавят? Какую гадость добавят, чтобы была необходимость вот это всё делать? Это же жуть. Всё, здесь мы, соответственно, сделали. Запитали. Прекрасно. Теперь наша задача выбраться. Потихонечку, аккуратненько, помаленечку будем вытекать отсюда. При помощи террарии... Можно и при помощи террарии, в целом, обыкновенную террарию запихнуть сюда. Опа! А теперь прокрутиться. Дальше нам нужна молния и взрыв. Привет-привет, ребят, кто подсоединяется. Всем добро пожаловать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Остановитесь! Взрывоцвет, кстати. Удалось закупить их в каком-то количестве. Нужно использовать. Бам. Точно достанет теперь. Главное, чтобы не пришлось заново проходить. Вот тут согласен. Игра хорошая. Мне очень нравится игра. Прям... Разрабы... Большущие молодцы, что придумали такую штуку. Это интересно. До определенного момента. После которого начинается душнин... Душнина. Но до определенного момента игра прям топовая. Сама вот эта вот механика. Реально... Вот без шуток, ребят. Оля купила линейки мне. Для того, чтобы... Я мог по линейкам делать. Понимаете? Деревянные линейки где-то нашла. Везде пластиковые пластиковые... Нашла все-таки деревянные линейки. И вот у меня теперь деревянные линейки для того, чтобы играть в эту игру. Вы понимаете? Поэтому игра классная. По-настоящему офигенская просто. Вот эта вот сама механика, казалось бы, примитивная, но очень увлекательная. Плюс музыка спокойная. Да? Вот это вот на расслабоне. Релакс. Игра чистый релакс. Если не душница, то прям топовая. И хотелось бы, чтобы была возможность продолжить играть нормально в нее. Как я тут хотел? Вот так хотел? Вот так хотел. Да-да-да-да. Вот таким образом будем добавлять. И сюда также будем добавлять вот таким образом. Угу. Красиво. Опа. Спряталась, видели? Она спряталась. Сколько у меня уже? Пять? Серьезно, пять? Вы сумасшедшие. Раз, два, три, четыре. И это пятая. Да, реально. Пять. Класс. Ой, я не завершил. Не завершил. Все, завершил. Закинул. И даже попал правильно. Хорошо. Следующее. Так. Пойдем вот по этому зелью. Тоже достаточно простое, в принципе. Давайте начнем от очарования. Продолжаем варить отсюда. Бам. Теперь выходим в ярость. Именно таким путем. Да, здесь в принципе удобно. От либидо до ярости. Проблема в том, что вот здесь вот у нас замедление идет. И вот отсюда до замедления несколько сложнее, чем от солнца. Хотя тоже безумно далеко, но все-таки от солнца поближе. Поэтому мы пойдем именно таким путем. Давай магмовым стручком. Чпуньк. Заливаем. Все, ярости есть. Опять магмовый стручок. Тоже отличный просто. Такие классные ингредиенты, конечно, понадобавляли в игре. Раньше таких не было. Теперь вот они есть. И это круто. Так, вниз. Можем. Очень даже можем. И не просто можем, а так и сделаем. Таким образом мы сейчас забираем как раз либидо. Таким же образом мы сейчас заберем без каких-либо проблем и колебаний. Сейчас только нужно аккуратно. Смогу аккуратно? Вроде да. Угу. Все, закручиваем. Забираем сейчас солнце. И потом замедление. Все, забрали солнце. И идем замедление. Странно, гриб? Не в этот раз, друг. Не в этот раз. Друинский розмарин неплохо бы сюда подошел. Но, к сожалению. Уже поздняк метаться. Слушай, а если... Седло дриады. Которых у нас 659. Здравствуйте. Огромное количество. Просто мы их давно не использовали, поэтому что бы не использовать. Ну, их уже... Раз их больше 600 накопилось, можно при помощи седла дриады вообще, в принципе, играть. Оно и туда, и туда ходит. Целительный вереск. Опять красиво так работает. Давай. Ладно. Чпунька. А я даже подолью. Чуть подолью для того, чтобы здесь рукав был побольше. Уже? Сейчас, погоди. У меня тут важная операция. Так, при помощи жизнелиста сможем выйти. Раз. Что еще? Да тот же самый жизнелист можно. Я думаю, я зайду снизу. Еще один жизнелист точно не... Ах ты, собака. Обидно вообще-то. Зато махагриб. Махагрибов... Не сказать бы, что прям очень уж много, но они есть. И это важно. Теперь можно без проблем при помощи... Вот этого грибочка выйти. Который не грибочек, который листочек. По виду как грибочек. И здесь докручиваем. Опа. Все. Дошли до замедления. Картинка. Картинка, конечно же. Раз. Сохраняем рецепт. Завершаем зелье. Вот такая вот у нас трагедия здесь. Что это? Это помойка называется. Я вижу. Ужас. Да. Стоило отойти. И вот она. Да. Никогда не было. И вот опять. Так. И теперь осталось эту штуку загрузить. Куда? А вот сюда. Все. Загрузил? Загрузил. Ну, осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть зелий. В принципе, если по три будем делать за серию, осталось две серии. Угу. А потом репутация пятнадцать. Угу. Популярность. Угу. Ну и все. Угу. Да? Угу. А пока что благодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым это, собственно, на канале видосики выходят. Писоединитесь к их числу, вступить в семью. Семья – это главное. По ссылке в описании. Ссылка на бусте. Переходим, подписываемся.